Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как справиться со школьниками из 7 класса? Я веду у них историю, но они как-нибудь понимают меня, как быстро к ним это чувствует, что они на голову залезли. Смотрите. Кстати, здесь следище. Во-первых, вам необходимо поработать с уверенностью в себе. Во-вторых, я могу ошибаться, но мне показалось, что вы довольно интровертный человек. То есть, что такое в данном случае? Интроверция, да, в данном случае? Интроверция – это то, что вы достаточно сильно, ну, как бы, во себе. То есть, вы вот в себе, а вот вы, ну, вот вы, так вот, ну, больше в себе, нечего, чем, там, грубо говоря, вовне. В янечении с вами был. В сайте веселиня. В сайте веселиня. Эм... Интроверация всегда. Школьниками. Эм... Да, пусть занят, ну, адекватный, такой, какой хочется, к сожалению. И это в данном случае вот та реальность, в которой мы живём. Поэтому в первую очередь вам нужно больше обращать внимание на свою направленность, да? То есть направлены ли вы больше на какую-то внешнюю историю или направлены вы больше вот на себя, там, ну, во внутрь себя, да? В свой внутренний, внутренний мир и так далее. То есть само по себе то, что вам как-то вот интересен свой внутренний мир само по себе. Это неплохо, просто желательно, чтобы это было в меру, да, и соответствовало, как бы вот, ну, реальность, в которой вы находитесь. То есть если вы находитесь с учениками, то, ну, наверное, вот в этот момент не лучшей идеей будет в себе находиться. Вот. Следующее – это интерес, то есть, на мой взгляд, если вы хотите, чтобы вас возняли, то нужно, чтобы, соответственно, ученикам было интересно. Вот. Интересно был примит, для этого нужно, чтобы он был интересен вам. Вот. Вам было интересно то, о чем вы рассказываете. Если вам, ну, интересно то, о чем вы рассказываете, то, соответственно, и ученикам тоже интересно не будет. Это, ну, нормальная обстановка. Вот. Постарайтесь ответить себе на такой вопрос. Зачем ученикам вас уважать и зачем вас учить. То есть вы знаете, зачем это нужно? Ну, зачем это нужно ученикам? Вот. Если вы не можете себе ответить на этот вопрос, то сказать, что не получится вам перепоминать. Говорить с учениками нужно на их языке, то есть, именно на их языке, на понятном языке для них, а не для вас. Да, вы можете сказать, что их язык вам непонятен, их язык вам неприятен и вы вообще, там, условно говоря, не разделяете, как бы, вот, ну, систематику, то направление, которое они используют. Вот, например. И, в принципе, в общем и целом, я, наверное, с вами соглашусь в этом смысле. Вот. Ну, также хочется сказать, что, как бы, ну, то есть, если вы с этим, например, не согласны, да, допустим, ну, как бы, ничего не меняет. То есть, ну, если вы, вот, вы выбрали, да, как бы, вот, преподавать и, соответственно, ну, это ваша ответственность здесь. Вот. Я, конечно, довольно часто рекомендую вспомнить, вспомнить для чего и зачем я вообще изначально, ну, вот, начинала преподавать, да, вот, как бы. Что я, там, условно говоря, хочу, да, через преподавание. Потому что, если вы не очень понимаете, зачем вы, ну, преподавание находитесь, в принципе, в принципе, что, соответственно, и получается, у вас особо, ну, ничего не будет, это, это нормально. Вот. Вот. Примеряю, в целом, довольно неудобные вопросы, вот, которые вам нужно себе задать. И ответив на них, разобравшись с ними, ну, вы можете, ну, как-то вот начать двигаться дальше. Справляться, на мой взгляд, ни с кем не нужно, вам нужно просто делать свою работу. Вот. И смотреть на личные границы, потому что то, о чем вы говорите, можно интерпретировать как то, что ваши личные границы нарушаются. Вот. Вот это не допустимо, само собой, чтобы ваши личные границы нарушались. Их нужно иметь отстаивать. Отстаивать и защищать. Вот. Спокойным, ненасильственным, спокойным, ненасильственным путем это, в принципе, дело. Это, в общем и целом, как мне кажется, не так сложно, вот, как может показаться. Это, конечно, непривычно, может быть, для вас, это правда, может быть, непривычно. Вот, но это не так сложно, как могло бы быть. Вот, в обратном, готовы ли вы над собой работать или просто ищите лёгкий, да, какой-то вот лёгкий путь в данном случае. Ну, как бы, лёгкого пути здесь, к сожалению, нет и быть не может. Вот. Эм, как-то вот так я бы ответил вам на вопрос, на вопрос, который вы задаете. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Надеюсь, что какую-то пищу для размышления я вам предоставил. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.